здравствуйте 8 сегодня ноября 2016 года канал готовка программа периферийное зрение меня зовут Сергей Окунев вещаем мы из Москвы точнее из Подмосковья села с поселка Лохина Одинцовского района как мы уже неоднократно говорили сегодня у нас вновь новые декорации скажем так да необычные может быть декорации для кого-то надеюсь что неизменным останется качество звука и картинки как всегда хорошим как всегда по традиции напишите все ли хорошо видно ли слышно ли и так далее да сегодня пишут у нас пунктуальность 18.00 ровно секунду в секунду вышли надеюсь что все наши постоянные зрители уже в эфире несмотря на огромные плотки которые и в Москве и вообще в центральной части России сегодня одолели автомобилистов пробки очень связаны или с обильным снегопадом который в общем-то начался в центральной части России либо с ледяным дождем который прошел вот и по Москве и по Московской области и по Тверской области и по Тамбову и даже отчасти по Саратову вот там сообщают то есть Саратов казалось бы от Москвы в тысячи километрах однако тем не менее ледяной дождь добрался даже дотуда и вот все в общем-то основные новости сегодня практически связаны с погодными да скажем так ненастьями вот в Подмосковье 14 населенных пунктов обесточены из-за объединения лэб но вчера мы как раз говорили о том что если в Подмосковье продолжится такая погода то в общем-то будут очень большие проблемы мы это видим я так понимаю что власти Московской области до сих пор не отчитались то есть непонятная ситуация уже восстановили там электричество за сутки или не восстановили но я предполагаю что может быть если восстановили то не везде вот между Москвой и Тверью вчера остановились две ласточки это я так понимаю на открытых участках новой кольцевой железной дороги произошло из-за обледенения проводов но в общем-то неудивительно в Подмосковье из-за образования наледи задержали движение 12 поездов то есть даже железная дорога в общем-то не защищена но и об этом кстати мы говорили два года назад когда был последний ледяной дождь в Москве о том что в первую очередь большие проблемы на дорогах и причем в том числе это и самолеты естественно тоже страдают от этого и поезда железнодорожные сообщения и автомобилисты что естественно то есть в общем-то простое стихийное бедствие такое ненастье да даже может быть и не такое страшное там как казалось бы она может в общем-то парализовать движение целого города иногда и половина России вот сегодня половина центральной части страны в общем-то стоит либо в пробках либо либо вообще не может передвигаться в ДТП под Барнаулом столкнулись 20 автомобилей тоже из-за погодных условий слабый звук блин не знаю даже что вам сказать буду говорить громче буду говорить громче в ДТП под Барнаулом столкнулись 20 автомобилей тоже из-за в общем-то вот этого обледенения то есть до Барнаула тоже стихийное бедствие добралось но к счастью там обошлось без погибших то есть это просто такой эффект домино скажем так да то есть кто-то затормозил кто-то не успел и в общем-то весь ряд друг друга въехали но тем не менее огромные пробки опять-таки в том числе из-за этого ДТП были в Барнауле а вот пассажир автотранс поблагодарил горожан толкающих автобусы на улицах это я так понимаю речь о самом Петербурге замечательная новость то есть зачем в общем-то чистить дороги зачем очищать давать возможность чтобы хотя бы общественный транспорт без перебоев ездил если в общем-то пассажиры могут толкать эти автобусы по улицам но обычно в таких случаях говорят даже спасибо не сказали а тут в общем-то хотя бы сказали спасибо да вот в красногвардейском районе обстреляли автобус и троллейбус то есть кто-то автобусы спасает из снежного плена да кто-то автобусом стреляет сейчас одну секунду кто-то по автобусам стреляет но я так понимаю там пока еще ничего не выяснили то есть разбили несколько стекол человек говорит что стреляли из травматики у меня большие большие сомнения скорее всего снимали стрелялись пневматики мало кто из простых смертных скажем так знает разницу между травматикой и пневматикой я думаю что если бы стреляли из травматического пистолета то там только трещинами на стекле тут а трещинах идет речь в общем то все не закончилось бы поэтому скорее всего как всегда кто-то решил проверить купленный пневматический пистолет на об этом кстати за этот год уже слышали несколько десятков раз и даже в метро стреляли по проезжающему составу если помните была такая новость в москве и вот сейчас в очередной раз такая же ситуация только с автобусами и троллейбусами пишут вот нам пить письма пишите нам письма как всегда электронная почта у нас есть в описании под каждой трансляции арт зрение собака gmail.com это электронная почта нашей передачи можете присылать туда свои новости которые хотели бы чтобы мы обсудили региональные можете присылать туда какие-то истории можете присылать туда предложения для того чтобы мы с вами вышли в эфир вчера и что же говорил о том что мы приглашаем наших зрителей для skype конференций но вот я в свою очередь приглашаю наших зрителей для таких же skype конференций в прямом эфире или в записи если вам некомфортно работать в прямом эфире вы чего-то боитесь как-то напрягаетесь то можете в записи если вы не хотите чтобы вашем там лицо где-то фигурировала да то вы можете мы можем только звук оставить да и какую-то дискуссию с вами провести в первую очередь интересуют люди которые работали с нами в регионах на выборах которые могли бы рассказать о том как проходила работа в вашем регионе но и вообще люди от общественной активный сообщественно активной позиции политической позиции которые знают проблем своего региона и могут о них рассказать прямом эфире поэтому пишите нам на электронную почту и вот один из наших зрителей нам пишет сейчас одну секунду здравствуйте сергей не знаю достойная ли новость приморский океанариум расположен на острове русский город владивосток закрыт на неопределенный срок сегодняшнего дня 7 ноября это было вчера письмо билеты 950 рублей общий билет не продаются по заверениям средств массовой информации закрыта на тех обслуживания два дня назад 5 ноября да и двое сотрудников рпц в течение двух часов посещали океанариум и освещали его точнее бассейны и чаши по просьбе главного тренера млекопитающих да ну и тут в общем то рассказывается достаточно длинное письмо я сокращу с вашего позволения рассказывается о том что открыт океанариум был всего-то несколько месяцев назад в сентябре этого года и открывали его под триумфальные эгегей нашего президента владимир владимировича нашего любимого я так понимаю там из рпц тоже кто-то участвовал это я уже погуглил но не патриарх кирилл я выяснил и в общем то это тот самый тот самый океанариум да то есть в котором сообщалось о том что там после открытия океанариума он проработал два месяца за это время кто-то убил сивуча травмировал минимум двух дельфинов а может быть и трех некоторые подробности просачивается за пределы средств массовой информации течет крыша прямо в аквариуме не работает частично система жизнеобеспечения животных в качестве корма закупается тухлая рыба часто применяется электроснабжение без перехода на аквариумные источники питания активисты зоозащитники насчитали 14 случаев гибели млекопитающих и требовали остановить это безобразие 6 ноября на митинге большое спасибо сразу я говорю активистам зоозащитникам которые работают во владивостоке потому что конечно два месяца и гибнут животные в огромном количестве большое вам спасибо что не уделить уделяете этому внимание не оставляйте в общем то беззащитными животных возможно это многострадальный объект много еще чего переживет спасибо с уважением спасибо вам большое вот я не знал об этой истории вот это вот непосредственный пример того каким мы хотим видеть нашу программу да то есть чтобы вы присылали какие то какую-то информацию которую вы знаете вот эта информация не знал о многом о чем там говорят в общем-то в средствах массовой информации нет поэтому мы доносим это до вас вы доносите дальше и присылайте свои истории но и вот в очередной раз мы говорим о том что путин бедоносец до приехал путин открыл какой-то океанариум и уж казалось бы ну в океанариуме то что может случиться но даже вот при всем этом уровне раздолбайство общем да все равно случается гибнут животные в огромном количестве до 14 животных погибли за два месяца но это потрясающе раз в сколько там в три в четыре дня там кто-то гибнет жуткая история вот пишет о том что нужно поставить камеру чтобы следить за океанариум нужно строить в первую очередь качественно потому что все вот эти загоны на скорость да то есть мы помним как в олимпийские объекты да у нас строили провели олимпиаду и сразу после них там половина олимпийских объектов закрыли на реконструкцию потому что оказалось что их построили там не по каким-то правилам сейчас такая же история с этими стадионами да там тоже как-то за месяц за два возводят и гигей самый быстрый самый большой стадион в мире а потом его закруты закрывают по причине того что возводили не по в общем-то правилам безопасности тут я так понимаю то же самое приехал путин и сказал вот быть тут океанариум быть граду здесь сказал государь да и все побежали строить от таки она рим а в общем-то на нормальные условия строительства все забили но вот интересная новость что памятник в санкт-петербурге могут построить никому-нибудь а данили багрова действительно хорошая новость в петербурге бываю редко и как-то не стремлюсь если честно но вот к памятнику данили багрова я бы с удовольствием съездил это интересно я так понимаю там сейчас это активисты какие-то питерские собирают активисты питерские собирают деньги на памятник поэтому мне интересно я не нашел реквизитов я знаю что из наших в общем-то зрителей много из питера смотрят найдите пожалуйста реквизиты куда присылать деньги я с удовольствием и сам в этом поучаствую и вас призываю поддержать действительно хорошую инициативу на посмотреть конечно кто занимается установкой этого памятника надеюсь что приличные люди да и я думаю вячеслав славович с удовольствием поддержит поэтому проясните пожалуйста ситуацию зрителей из питера я думаю это не очень сложно наверняка есть какие-нибудь в контакте группы где можно об этом почитать подробнее а вот в саратове не хотят ставить памятник бодрову что общем-то не удивительно а вот наш любимый дмитрий федорович а яцков бывший губернатор саратовской области выразил мнение об установке памятников сталину и путину и рассказал он о том что в общем-то в саратове может появиться по его мнению памятник сталина и может он находиться не где-нибудь а на соколовый горе очень интересная новость но только вчера мы рассказывали да о том как наш любимый дмитрий федорович а яцков сказал что у него горе от ума как у гоголя да вот только вчера об этом вспомнили и интересно что интервью вот это про горе от ума как у гоголя она была сделана на скаловой горе где как раз по его мнению должен стоять памятник сталину вот про памятник путину он почему-то так очень обтекаемо сказал сказал что рано или поздно когда-нибудь наверняка это случится но посмотрим когда общем-то это случится зато вот что уже случилось мы знаем знаем что в люблинском районе поставили вот такие замечательные можно тоже назвать это памятниками арт-объекты назовем это так сейчас одну секунду выглядят они вот таким образом я вот так вот чтобы получше было вот таким образом выглядят эти арт-объекты но на что это похоже я думаю все понимают и представляют и в общем-то большой ажиотаж до большой интерес вокруг этих арт-объектов появился в сети не не ждем а готовимся пишут но алюблинские виселицы к лету станут беседками с навесом из винограда но посмотрим какому лету да и какие винограды там будут висеть увидим но очень забавно конечно у нас кстати саратове тоже некоторое время назад пару лет назад такие же объекты поставили причем я очень долго удивлялся зачем же они будут нужны их поставили в самом центре на там где раньше был аллея роз но кто из саратов может понимает о чем речь несколько таких вот виселиц поставили то есть их забетонировали а потом где-то наверное через месяц их выкопали и унесли зачем это было нужно я не знаю может быть они что-то знают о чем не знают вообще не знаем в общем-то мы вот пишут единственно полезные памятники да очень хорошие памятники еще я помню была интересная новость о том что в саратов в москве будут устанавливать вертикальные эти линии мне линии вертикальные фонари да то есть который на улицах то есть не вот такие как мы с вами привыкли видеть да где стоят лампочки а вот такие и здесь сверху будет такая лампа светодиодная все шутили в общем то что теперь даже на фонарях висеть никто не сможет вот они исправляются да то есть фонари повесили на которых поставили на которых вешать нельзя мы зато вот такие прекрасные памятники поставили да но не только у нас памятниками не только виселицами богата наша страна 3 ноября в ленинском районе самары состоялось торжественное открытие тротуара вот есть чем гордиться я напоминаю что у нас вчера я даже не помню как его зовут некий гражданин сказал что мы покажем нато реальные дела россии но вот я вот на то если кто-нибудь нас смотрит из нато я вам показываю реальные дела россии вот это у нас значит глава ленинского района самары открывает пешеходную дорожку вот особенно мне нравится столб вот это я не знаю смысле он был уже этот столб или его наоборот поставили обшарпанный такой стоп даже на пограничный не похож на общем то есть чем гордиться до нужно соответствовать открываем торжественно с перерезыванием ленточки тротуары и вот мне очень нравится как журналисты описывают причем вот мне очень всегда интересно то есть они сами-то понимают что они так любуют или нет или они как-то вот я не знаю после того как была перерезана красная лента по перешейку между детским садом и школой устремились людские потоки счастливые граждане рассыпались в благодарностях и за то что спустя много лет и после бесконечных обращений дорогу жизни все-таки починили дорога жизни это круто есть чем гордиться вот вы говорите что путину мы зря ругаем вот правильно есть чем гордиться кто побеждает в сша хороший вопрос я кстати не следил там российские сми уже тиражируют везде что в каком-то регионе якобы победил трамп я не знаю может быть действительно победил посмотрим у нас пока нет сомнений что у трампа шансов мало я вчера пытался развести числа лично спор что если победит трамп то он станцию этого хаку да но он что-то не согласился не на конечно на клинтон ставлю если кому-то интересно тут сложно как-то иначе за месяц до выборов мэра краснодара новых желающих занять пост главы города не нашлось вот у нас недавно тоже но там вернее не то что не нашлось там единственная пока кандидатура до на выборы депутатами будут проведены 6 декабря значит подать документы если кому-то интересно можно будет до 18 ноября до 17 часов но в первую очередь конечно вот в саратове у нас проходило не так давно проходили выборы нового мэра им стал наш любимый сараев это наш хоккеист главный саратовский это ирония кто смотрел предыдущие эфиры поймет вот в первую часть конечно нужно упрощать ситуацию участия не ситуацию а условия участия в выборах и причем любых выборов как региональных как городских так и областных так и федеральных то есть любой желающий в общем то может должен иметь возможность пусть это будет я не знаю 100 кандидатов и неважно 100 кандидатов на пост мэра разве это плохо то есть по моему это очень неплохо это есть конкуренция по крайней мере это намного лучше чем здесь один кандидат на пост мэра краснодара в саратове 2 было причем один совершенно фейковый то есть было понятно что по сути тоже один и мне кажется что все таки наверное у нас и в саратове и в краснодаре есть гораздо большее количество приличных людей хотя бы несколько десятков я уверен на город наберутся которые могли бы и опыт имеют которые могли бы на себя взять в общем-то обязанности руководить городом и руководить гораздо более успешно чем наш хоккеист да или вот этот товарищ из краснодара в москве перекрыли улице вертолеты кружат красные ворота а красные воротники повсюду что случилось зайдите в twitter не знаю о чем речь очень интересно напишите нам я просто не могу сейчас отвлечься напишите нам о чем идет речь я вот когда готовил передачу не в курсе был но это прошло уже там порядка часа поэтому напишите очень интересно мы в подмосковье у нас у нас здесь вертолеты не кружит когда начнут кружить я вам скажу нижегородский цирк оштрафован на сто пятнадцать тысяч рублей за падение эквилибриста очень интересная новость упал эквилибрист я так понимаю во время номера в общем-то сломался снаряд и один из участников цирка упал 6 метровой высоты спиной на манеж но на самом деле 6 метровая высота это конечно высоко но бывает и хуже да мы помним случай в италии он по-моему произошел да в тридцатых годах если они ашу нет не в тридцатых не в тридцатых послевоенные годы в 50 каком-то году до в италии в цирке упал эквилибрист 2 эквилибриста одновременно точно 2 эквилибриста там с какой-то безумной высоты едва ли не 15 метров но там был под открытым небом я так понимаю шоу вот что такое припоминает 50-е годы 56 по моему это был год и они остались живых оба но тут я так понимаю артист был без страховки снаряд был неисправен подготовка в общем-то его была непрофессиональная некачественные за это оштрафовали цирк на 115 тысяч рублей но насколько это в общем-то серьезный штраф не знаю но с другой стороны насколько серьезная провинность работников цирка но естественно говорят о том что там был некачественный снаряд но не знаю нужно разбираться конечно кстати откуда у мальцева деньги на аренду такого дома но вот у нас теперь с этим сложности барак обама вот сегодня у нас последний день до президент сша теперь нужно как-то договариваться с клинтон ну или там с трампом не дай бог это шутки конечно деньги это в том числе ваши деньги которые мы получаем из ютуба и деньги которые вы нам присылаете и вот у нас соратники были на открытии тоже какие-то деньги дали тут не такие огромные деньги о которых вы думаете во первых если вы думаете что там кто-то нам его оплачивает но к сожалению нет теперь даже обама нам не оплачивает представляете но на раньше не оплачивал раньше можно было хотя бы шутить на эту тему теперь даже шутить на эту тему нельзя жалко жуткая история конечно одна из самых жутких сегодняшней сводки новостей пьяная жительница уфы родила в подъезде и оставила сына прямо на бетонном полу но ребенок в тяжелом состоянии я так понимаю там врачи борются за его жизни кстати я не знаю последних новостей надеюсь что конечно он придет в себя но про baby box обычно в таких случаях да в общем то говорят но я не знаю сколько нужно еще детей выбросить в мусорные ящики родить в подъезде задушить и там выкинуть форточку мы все эти истории слышим и слышим уже практически даже не то что каждую неделю по несколько раз на неделе нужно конечно какую-то с государственной точки зрения с системную скажем так работу по потому чтобы детей забирать и от вот таких родителей выкупать их если нужно и в общем-то делать нормальными элементами общества и чтобы они не погибали где-то в общем-то на бетонном полу или в мусорке рептилоиды оплачивают да мы все ждем рептилоиды что-то тоже как-то не торопится в энгельсе семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа какая-то странная история у нас было затишье большое причем затишье в августе и в сентябре тогда когда в общем-то в большинстве центральной части россии на юге уж тем более было жарко да сейчас мы видим что становится намного холоднее люди закрывают окна вот у нас по крайней мере ни одно окно не открыто я думаю вот у вас тоже вряд ли вы дома держите открытыми окна и продолжаются падение детей из окон то есть сейчас началась опять от волна позавчера мы слышали новость о том что упал ребенок из окна вчера кстати тоже была такая новость и сегодня то есть в общем то уже третий день подряд дети падают из окон и вот я так понимаю ребенок жив но получил очень серьезные травмы такие травмы могут быть смертельно опасны поэтому никаких прогнозов медики пока не дают врачи делать все возможное чтобы спасти ребенка но тоже будем надеяться конечно что закончится все это не так страшно а вот 8-летний мальчик упал в шахту листа и остался жив в астрахани это новость от наших соратников большое вам спасибо что ее прислали 7 ноября это произошло мальчик вместе со своим братом и сестрой играли на стройке опять мы слышим про долгострой про стройки дети падают с крыш падают в лифтовые шахты падают между плит конечно обращаюсь ко всем родителям ни в коем случае нельзя разрешать детям я думаю вы это и сами понимаете играть на каких-то заброшенных объектах особенно вот знаете вот некоторые дети могут годами там играть и с ними ничего не случится в общем то сейчас идет вот волна и мы это видим саратове был случай до ребенку по вот опять кто нас смотрит за неделю за две недели уже наверное какой десятый случай когда ребенок пострадал на заброшенном строительстве или просто на строительстве да поэтому держать детей максимально далеко от строек особенно сейчас эдик стоял у истоков от подготовки а тут тут вдруг сбежал да никто не сбежал 280 тысяч от большие деньги тут не 280 тысяч но я так понимаю ушла речь об этой сумме но она меньше насколько я в курсе x не бухгалтер местных и вас очень много вас 100 тысяч человек которые нас смотрят до 100 там даже больше чем 100 сергей что грозит юридически толпе которая скандирует путин убийца и вор толпу в несколько тысяч метров в ментовку не заберешь но я вам хочу напомнить о болотной площади да там была толпа в несколько сотен тысяч по некоторым оценкам больше миллиона и в принципе в данном случае действительно достаточно объективные оценки около таких цифр по крайней мере да там по самым скромным сколько 300 тысяч человек было да но пускай даже 300 тысяч в общем-то там было достаточно все мирно и тихо насколько мы помним изначально но людей начали винтить избивать и до сих пор 2016 год прошло уже сколько четыре года возбуждают до сих пор уголовные дела и сажают людей по тем причинам да то есть по тем событиям то есть я уж молчу про то что там некоторые люди уже отсидели и вышли а некоторые только сейчас еще попадают под уголовную ответственность поэтому и и мне больше тогда у меня другой к вам вопрос а какой смысл но вот выйдет несколько тысяч человек и будет кричать путин убийца и вор что изменится вот всегда должно быть вот было так мы пришли начали что-то делать и вот стало лучше да или там стало хуже вот выйдут тысячи человек начнут кричать путин убийца и вор станет лучше или хуже кому от этого будет легче жить наверно никому информационный повод я понимаю о чем вы говорите но есть и множество других информационных поводов на трассе омск тюмень пассажирский автобус столкнулся с двумя форме опять автобус уже не знаю как об этом говорить просто вот буду вам зачитывать как каждый день к сожалению вынужден надеюсь что когда-нибудь будет эфир в котором я не буду зачитывать разбивающихся автобусах новости он еще и упал перевернулся в кювет и вот я не знаю где кстати произошло на трассе омск тюмень я вот тоже на трассе омск тюмень достаточно недавно но относительно недавно перевернулся на машине сломал руку тоже в такой достаточно серьезный дтп попала в общем то если я вовремя не сориентировался бы может быть перед вами бы и не сидел нацгвардейцы задержали заснувшего в вольском универваге вора вот сейчас это интересная тема помним когда в новосибирске да там мужчина повел себя абсолютно верно и предотвратил убийство подростками до бабушки помним эту историю когда он вышел с ружьем его тут же везде назвали нацгвардейцам сказали что он там самый лучший сотрудник и голосовал за путина в общем то вот сейчас опять кто-то в вольском универмаге заснул но просто какой-то пьяный мужчина я так понимаю зашел в универмаг 20-летний житель в общем то что-то украл упал уснул но вот элементарная история об этом бы никто ничего не говорил бы но тут его задержали нацгвардейцы а еще эти нацгвардейцы голосовали за путина наверное и поэтому если вы хотите задерживать воров в универмагах пьяных то нужно голосовать за путина и вы станете нацгвардейцам речь-то идет о чем речь о том что что в случае в новосибирске что в случае вот здесь до менее может быть таким существенным случаем везде так или иначе в общем-то играет человеческий фактор и эти люди задержали мужчину не потому что они нацгвардейцы а потому что они просто нормальные мужчины да то есть упал мужчина они к нему подошли там вызвали полицию скорую его передали и везде сказали что и ге ге они нацгвардейцы ну я вот тоже у меня много таких случаев было в моей жизни я не нацгвардейцы что то есть все кто не нацгвардейцы все плохие и в над и в новосибирске там мужчина себя повел просто как мужчина не как нацгвардейцы это я к тому что мы сейчас в скором времени услышим множество новостей о том что нацгвардейцы перевели бабушку через дорогу нацгвардейцы предотвратили я не знаю там ледяной дождь в москве и так далее то есть и опять же я не говорю что у нас гвардейцы плохие уйма приличных людей в нацгвардии но вот такая пропаганда она достаточно странная отличная картинка серёга спасибо меня вот выгнали выгнали из предыдущего кабинета вам тоже нравился но по крайней мере вы писали что был хороший но надеюсь теперь буду на фоне пианино вещать вот можно здесь еще они работают представлять не работает ладно я не играю на пианино на чердаке в доме на невском проспекте нашли по человеческую груду костей но классическая невская романтическая история до питерская такая я так понимаю там кто-то кого-то убил и съел и во время демонтажа крыши нашли человеческие кости которые там датируются начало и два началом 20 века но интересно если какие-то криминологи действительно будут этим заниматься хотя у меня есть большие сомнения если будет под этим заниматься было бы интересно послушать при каких обстоятельствах этот человек погиб и ну как бы или или откуда вообще эти кости да то есть историю было бы интересно услышать нас гвардейцы борт стрелять нас не борут не волнуйтесь не волнуйтесь ухты чё-то вылетела башкирские дети вооружились топорами для походов в школу интересная новость сегодня все тоже про нее писали выпустили даже на первом канале выпустили видео об этом и как бы вы думали почему на люди в общем-то дети даже не люди дети в орудии вооружились топорами потому что в общем-то у них закрыли сельскую школу местную автобус до саде до соседнего поселка не ходит и желающие продолжить обучение вынуждены ходить в другую школу через лес и детей вооружили топорами для защиты от от крупных хищников в частности от медведей но у меня в общем-то очень большие сомнения что дети смогут даже там не знаю 8 9 класс могут защититься от медведя с помощью топора вот там местная администрация посоветовала родителям раздать школьникам хлопушки и газовые баллончики и и медведь испугается резкого звука и незнакомого запаха но вот я думаю что нужно родителям раздать бмв да там или мерседесы на которых ездит местные администрация а местную администрацию каждый день заставить в общем-то ходить через этот лес пешочком выдать им топор или даже из милосердия выдать им газовые баллончики хлопушку я думаю что общем-то медведи свое дело сделают сказали учителей накажут очень классная история а учителя здесь причем школу что ли учителя закрыли или что или должны учителя ходить с детьми и топоры нести ну классическая история в центре екатеринбурга один водитель напал на другого с топором тоже там уже мвд отчиталась что это не маньяк что он в общем-то там эта классическая бытовая драка очень накрутили эту историю я посмотрел видео вообще не понял в чем в общем-то уникальность этой ситуации едет трамвай я так понимаю снимается камеры видеорегистратора останавливаются две машины видимо произошел какой-то словесный конфликт вышел водитель подошел к окну что-то не сказал невнятное ударил кулаком по машине вернулся в машину достал топор причем такой какой-то вот кухонный вот такой небольшой топор я такой топор всю жизнь собой носил раньше и ничего и нормально и в общем-то даже никого не ударил этим топором просто там как-то махнул пригрозил водитель соседней машины уехал все вся история и это раскрутили на всех федеральных сми то в топах яндекса везде везде это новость что там какой-то маньяк нападает на людей с топором но большая большие у меня сомнения сейчас мы услышим что это мужчина уже там изрубил половина города но это конечно не так а вот в гукова ростовской области задержаны два автобуса с шахтерами шахтеры 45 бывших работников в общем-то ехали в ростов-на-дону чтобы причать принять участие в митинге протеста и шествий которое должно было состояться 7 ноября в 16 часов на театральной площади это сделано специально чтобы не пустить нас на митинг сообщает один из активист протестных действий татьяна овечева вот я во первых татьяне овечевой мы с вами не знакомы обращаюсь с предложением выйти в эфир да то есть вы расскажете о ситуации с вашими шахтерами в чем ваши требования но я так понимаю что там большие задолженности перед уволенными сотрудниками долги по зарплате составляют 300 миллионов рублей расскажите пожалуйста я думаю всем нашим в общем то зрителям было бы интересно и вы получите серьезную информационную площадку до гораздо может быть даже большую чем шествий 45 человек или даже неважно даже из 200 человек поэтому если у кого-то есть выходы на татьяну или на других активистов шахтеров которые протестуют с удовольствием с вами пообщаемся пишите нам а я вам покажу как выглядят эти протесты но я так понимаю что протесты уже проходит не не первый раз фотография летняя то есть уже в течение долгого времени эти люди очень-то борются за справедливость скажем так саакашвили какой пост дадим в будущей россии я думаю саакашвили не будет гореть желанием работать в россии и посмотрим какая так продолжится его политическая карьера в украине от этого очень много зависит причем как для саакашвили так и для украины так и вообще для в каком-то смысле для мира хотя бы такого постсоветского хотя бы да вот из-за долгов по зарплате на заводе в карелии начались забастовки то есть вот тоже продолжается эта история уже из другой части россии но тем не менее мы сейчас об этом будем слышать все больше и больше потому что в общем то денег платить зарплаты нет это уже официально признают все органы и все инспекции а в общем то людям нужно что-то кушать люди хотят получать деньги за свою работу поэтому будем смотреть как в общем-то нарастает вот этот эпицентр социальной такой неудовлетворенности ну и конечно это наши будущие соратники наши действующие соратники уже там сергей не сейчас одну секунду вы куда-то убегаете сергей не веди манеру общения как мальцев не перенимая его повадки ты совсем другая личность тебе не идет извини за критику никогда в жизни не перенимал повадки общения мальцева и считаю что вообще мы не похожи в плане ведения и общения да может быть там мне во многом не может быть точно во многом нужно догонять но уж точно я не хочу быть похожим на кого-то и вообще в первом же эфире сказал что хочу сделать что-то другое нежели плохие новости потому что если вы хотите посмотреть плохие новости вы будете смотреть естественно вячеслава мальцева они меня поэтому стараюсь как-то наоборот менять формат в общем то каким-то образом более разнообразно что-то вести пока может быть особых различий вы не видите но я надеюсь что в скором времени вы увидите когда опять будет 100000 подписчиков вторую кнопку дадут не дадут но 100000 подписчиков опять не будет не волнуйтесь давайте по отвечаем на вопросы сегодня у нас тоже будет не очень длинный эфир говорят что я затягиваю постоянно поэтому сокращать стараюсь время вещания и при этом обращаюсь к вам с просьбой присылайте как можно больше новостей интересных из ваших регионов вот подобных новостей как я читал в начале эфира будет очень интересно пообщаться что скажешь по поводу избиения и пыток дадина в колонии если честно не очень конечно безусловно дадим приличный человек никаких вопросов активист сидит он совершенно незаконно и то что с ним делают это вопиющая несправедливость не то что несправедливость это преступление преступление против не только человека одного против человечности вообще в целом потому что конечно пытки запрещены всеми международными конвенциями европейскими и как угодно то есть такие же фашисты в общем то в самом плохом смысле слова без шуток без фашизма да то есть это настоящий фашизм настоящий фашизм в отношении в общем простых людей граждан которые ни в чем не виноваты но с другой стороны для меня не очень понятна эта история в том плане что я не очень понял чему все удивились да то есть ее преподнесли как нечто из ряда вон выходящее ничего удивительного в этой истории нет людей людей пытают пытают ежедневно в тюрьмах в колониях в сизо в центрах время временного содержания до административного заключения на мы об этом знаем десятки и сотни историй случаев не если вы помните если кто-то знаком с в общем-то видео или книгами тисака максим марцинкевич он тоже там рассказывает десятки историй еще более жутких чем у дадина как пытали в том числе его или каких-то других людей которые с ним сидели и тогда вообще никакой в общем-то активности эти истории не получили никому не было никакого дела до этого а вот сейчас такая очень удивительная реакция то есть еще раз я не говорю что не надо на это реагировать нет ни в коем случае нужно продав придавать этой волне как можно больше внимания да но при этом не нужно это выставлять как вот единичный случай это повсеместный случай путин запад нас просто добьет очевидно же путин не понимаете у нас просто мочит если все так и останется вообще как-то я очень скептически к этому отношусь к вот этим имперским каким-то лозунгом с запад на нас нападает нато у наших границ там янки вот той вот прям уже вот там на танках стоят и готовы на нас нападать я может быть не прожил 52 года но вот мне не запад не не европейцы я был в европе не американцы я не был в америке ничего в жизни никогда не сделали плохого и в общем то вот это действующая власть делает для меня и для жителей россии намного больше проблем чем в общем то все европейцы да георупейцы и пиндосы поэтому я далек от мысли что там какие-то янки на танках стоят у границы нас раздают в первую очередь возникает вопрос а нафига бред ватный все правильно согласен я в окно смотрю там все нормально я сейчас подождите посмотрю нет ли там я янки на танках не стоят ли не видно не видно пока не видно если вдруг приедут я сообщу программа в группе напомните напоминаю программа в группе программа 5 11 17 в группе от подготовка и на сайте ссылка на сайт можете увидеть под вчерашней трансляции плохих новостей сегодня тоже я обязательно добавил серёга к вам фура проедет полина вообще сложный вопрос я если честно не могу вам однозначно на него ответить нет здесь дорога вроде бы нормальной не сказать что очень узкая наверное проедет не блин я вам сейчас скажу проедет вы приедете и встанете где-нибудь и скажете что это я негодяй сергей скажи честно мечтаешь ли о своей программе на телевидении вот кладу вам руку на сердце говорю никогда в жизни я вообще вот после 5 11 вы никогда в жизни про меня не услышите ну надеюсь по крайней мере да сегодня обамка последний раз гадит нам под дверь и вы знаете с шутки шутками обама уходят и и вот я думаю что все те кто там обама обезьяна обама свет в подъездах они в скором времени поймут что бабам это был вообще классным парнем и нашим нашим вообще парнем поэтому посмотрим в эту увидите что за херня в москве творится кто напал на кого но вы мне напишите я сам не знаю мне интересно блин я вот сейчас не буду же гуглить при вас правильно напишите серьезного сейчас кто-то прервитесь и посмотрите о чем будет говорят уже не первый раз мне уж самому интересно стало ни за какие деньги россию никто не захочет захватывать ну в этом это просто не имело смысла как в том анекдоте не убегу за границу нет но после 5 11 точно нет не знаю это сложный вопрос я склоняюсь к тому что нет почему не помиритесь с тысячником во первых если вы внимательно следите за нашими в общем-то новостями во первых мы про тысячника по сути плохо сказали только один раз он про нас говорит плохо каждый день но не каждый ладно там несколько раз в неделю да то есть он таким превратил на уже об этом говорил не буду на этом останавливаться подробно я скажу лишь только то что когда мы были в парнасе я не помню в каком месте это было по моему в августе веществом даже в одном эфире меня удивил и сказал что я в общем то готов с сотником по другому как бы вернуть нормальные отношения пригласить его в эфир и пообщаться то есть вещества шлаш так можно сказать протянул руку да я так понимаю что сотник тире тысячник руку не принял ну а а нам-то это нафига мы что будем за ним бегать и говорит ну пожалуйста на подружись нами да нет да иди ты в жопу нафиг нам сдался он сейчас там где-то тусит в грудь в грузии или где он там да я я пропустил вот эти события он вернул сообщение он вообще живой еще напишите кто-нибудь отдаст ли путин карелию финнам но тогда уж не совсем карелию там территории выборга да вот вплоть до выборга они такие спорные не знаю сейчас как видим мы он больше склоняется к китаю финляндии ты ему общем то так уж не нужно как стратегический партнер а вот китай и япония в первую очередь более интересны он может быть и отдал бы карелию финнам если бы у него было больше времени времени у него уже нет сереж какой сон снился сегодня блин какой-то мне очень хороший сон снился я если честно не помню какую на прозвонил будильник рано я проснулся потом заснул мне приснился какой-то очень хороший сон я не помню какой будет ли ферси екатерина и шульман если честно не знаю кто это с кентином пожалуйста первый раз даже слышу но я опять же говорю очень много популярных людей не знаю поэтому это не говорит что она там какая-то не популярная возможно она вообще самая популярная но но я не могу не знать спасибо за ответ на вопрос спасибо за ваши вопросы результаты опроса дошли на почту дошли если честно пока не ознакомился смысле глобально почитаю я уверен что карельцы сами с удовольствием присоединились бы к финнам вы знаете вот пограничные территории и это увы к сожалению но вы наверное правы особенно если речь идет там не про китай китая мало кто хочет присоединяться а вот к европе особенно представьте калининград да когда они находятся в окружении нормальных благ цивилизации находится вот на таком островке 20 века какого там 20 19 века да вот недавно вчера у нас здесь был человек низ калининграда который рассказывал да как он переезжает границу и вот буквально там линия до видно там асфальта да где нормальные человеческие дороги и где начинается калининградские дороги рассказывает как вот вот здесь вот еще нормальные дома в которых живут нормальные люди а вот здесь уже какие-то там дома которые еще немцы строили там во времена первой мировой но в общем это к сожалению к сожалению да есть такие сепаратистские настроения у людей которые живут на приграничных территориях к европе и это неудивительно но наша с вами задача не отпускать этих людей не смысле не конечно держать кого-то насильно не надо иначе это может очень плохо закончится но нужно в первую очередь создать такие же условия чтобы у нас были условия такие же как в европе тогда можно будет говорить про патриотизм да когда у нас нормальные человеческие условия в европе нормальные человеческие условия остается человек в россии жить потому что он в общем-то родился в этой стране потому что его предки здесь жили потому что ему не без на не безразлично эта страна вот тогда этот человек патриот так или иначе а когда создается ужасные условия когда людям нечего есть когда у людей умирают там дети и родственники от голода это не шутка таких случаев уже очень много когда негде работать когда ужасные дороги когда разваливаются дома в буквальном смысле до трещат по швам и взрываются взрывается газ разбиваются автобусы и у людей мысли покинуть россию но я наверное их отчасти могу понять что там снимать и будет ли эфир я вам тысячу раз сказал если не магия хочет эфира давайте я так понимаю что они эфир не не рвутся скажем так мы не рвемся и питер хочет к шведам хуторской приглашает вас на эфир который у него я так понимаю начинается сразу после моего то бишь прям через несколько минут я вот к сожалению не смотрю не смогу этот эфир посмотреть поэтому если у кого-то есть желание можете посмотреть потом вернуться к 21 часу обязательно на плохие новости сколько у меня татуировок одна и такая романтическая история и так давно сказал в каком-то даже эфире по моему не всегда так думал что я сделаю только две и больше не буду делать а вот вчера я вдруг начал склоняться к тому чтобы сделать три на то бишь чтоб всего их было три не знаю пока пока сложно одну скоро сделаю еще одно вот будет 2 а по третью пока подумают но я точно не хочу я не сторонник там весь быть в татуировках да там чтобы на лице на языке нет да говорят что нужно кто-то в эфире я с превеликим удовольствием с кем-нибудь пообщаюсь в эфире вот виктор хуторской нас смотрит может быть виктору будет интересно пообщаться со мной почему нет мы кстати так смысле общались просто вживую вот вот буквально на этом диване вот сидели виктор привет если виктор хочет может в общем-то присоединиться к моему эфиру и я думаю что мы с удовольствием найдем о чем поговорить почему вы к не отвечаешь я стараюсь отвечать всем вопрос через какой промежуток времени да то есть иногда отвечая через несколько дней прошу прощения просто потому что вас очень много я один вас намного приятнее слушать чем мальцева мальцева намного интереснее чем я это понимаю нет у меня нет старославянских тут урок нет и мне пишу только потому что меня не видит убиватель мозга убиватель мозга я вижу тебя пиши да вот 8 ноября в сорок девятом году жизни ушел из жизни журналист правозащитник владимир шрейдер шрейдлер прошу прощения не выдержал сердце я слышал об этом не смотрелся на условника давайте на последний вопрос на какой-нибудь парочку последних и заканчиваем просилайте нам новости в очередной раз вам об этом напоминаю не всегда есть время формировать большое количество новостей потому что мы вот приехали на новое место здесь очень много работы и поэтому обращаюсь к вам с просьбой помогайте с новостями не думал я музыкальной подложки в эфире было бы интересно думал причем думал сразу когда первый эфир делал с удовольствием подключил подложку есть некоторые мысли мысли заключается в том в чем я не могу взять чью-либо подложку даже без авторских прав долгая история почему потому что ну потому что гребаный youtube и изжечь всех тех кто придумал авторские права есть несколько мыслей то есть нужна своя музыка которая которая вот только моя и и я сам на себя в суд не подам я музыку делаю вы будете смеяться но но очень ладно я как как-нибудь может быть дойдем до этого не знаю нужно времени больше нужно 50 часов в сутки чтобы чтобы делать все и сразу мальцев любишь тихоря бухнуть никогда мальцев не пьет как я серега на вопрос анархии так и не ответил давайте вот я про анархию расскажу про свое мнение к анархии и на этом наверное закончим анархия вы знаете как он как как это грамотно донести чтобы все поняли есть анархия как идея да вот так скажем может быть к анархии как к идее как к серьезной такой идее я отношусь может быть не так плохо я естественно не сторонник анархии как идеи но я может быть не так плохо не отношусь и есть анархия как определенные общественные такое общественное движение да вот это общественное движение состоит из каких-то наркоманов алкоголиков людей которые там я не знаю блюют друг на друга и так далее без обид но к сожалению это так поэтому как я отношусь к анархии скорее плохо и вы можете так скажем со мной поспорить и вот я вместо вас сам с собой поспорил вот есть национализм есть известные националисты писатели ильин да да очень много людей там вплоть до циолковского которые называли себя националистами и достоевский и какого только нет да то есть огромное количество великих уважаемых людей которые называют себя националистами однако есть люди которые любят там носить татуировки там с гитлером или с свастикой кидать зиги и кричать там зигхайль да и и вот их называют националистами и это тоже проблема национализм это проблема современного И я это понимаю, и когда мне вот тычут в лицо вот этими националистами, которые там, в общем-то, зиги кидают, я это понимаю, к сожалению, да, вот сейчас мы переживаем такие сложные времена. То есть национализм как идея, он сейчас переживает вот такие сложные времена. Так же, как и анархизм сейчас переживает такие сложные времена. Так же, как и демократия, да, у нас Путин, демократ, обоссаться, он тоже переживает такие сложные времена. Да и вот как-то, можно про любую, наверное, идеологию. У нас либерализм, да, то есть есть по пальцам пересчитать приличных либералов, хотя сама идея либерализма может быть не такая плохая. суворов националист очень много очень много приличных людей огромное количество джима керри в эфир будь смерт не видел ни одного фильма с джимом керри представляете я такой бывает бывает такой так вот обещал на этом закончить спасибо что вы нас смотрите присылайте нам новости напоминаю вам уже в 10 раз завтра наверное поговорим о выборах в америке но нет не буду ли читала что оставлю на сладкое да говорю о регионах как всегда ежедневно про наши новости которые нас окружают у меня прям заинтриговали чушь там в москве происходит что вертолеты летают сейчас загуглю завтра расскажу поэтому до 21 00 всем большое спасибо сыграть надо наверное да все работает на эти позитивные найти до свидания